Всем привет! С вами Юлия, и вы на канале Процветок, где мы вместе растим свой сад здоровым, урожайным и долговечным. Не секрет, что уровень кислотности почвы имеет решающее значение для здоровья, роста и развития наших деревьев. И обычно, раз в несколько лет, мы рекомендуем проводить раскисление нашей почвы при помощи извести, при помощи доломитовой муки или строительного мела. И это мы обычно рекомендуем делать в зимний период, в феврале месяце, чтобы доломитовая мука вместе с талыми водами попала в почву. Но что делать, если вы не успели это сделать тогда? И еще самое время сделать это сейчас, а именно раскислить немного нашу почву и заодно подкормить наши плодовые деревья и кустарники кальцием и магнием. Для раскисления почвы чаще всего рекомендуют использовать доломитовую муку. Это прекрасное, доступное средство, которое позволяет повысить кислотность почвы до нужного уровня, обогатить почву кальцием и плюс магнием. Магний – это важнейший микроэлемент, который необходим для синтеза хлорофила, а без него растение жить попросту не может. Поэтому, если вы давно проводили подкисление почвы, давно вносили доломитку, успейте сделать это именно в последние весенние дни. Для раскисления почвы обычно рекомендуют целый ряд различных добавок. Это может быть известь гашеная, это может быть строительный мел, а также доломитовая мука. Пожалуй, это самое доступное и довольно эффективное средство, плюс содержащее в себе магний – очень важный микроэлемент. На один квадратный метр площади приствольного круга понадобится от 200 до 400 грамм доломитовой муки. Этого достаточно, чтобы поднять pH почвы на одну единицу. Если у вас почва легкая, вам понадобится порядка 200 грамм. Если тяжелая, кислая, то 400 грамм доломитки. Вносим рассчитанное количество доломита на приствольный круг, перекапываем, желательно перед дождем, либо приливаем после внесения водой. Благодаря этому ваши деревья, вот в данном случае это у нас сидит вишенка, получат не только кальций, не только хорошую почву, не кислую, но и магний, для того, чтобы она всегда была зеленая, яркая, красивая и здоровая. Успейте, пожалуйста, вовремя внести до распускания листьев доломит, либо мел, гашеную известь. Приствольные круги перекопайте и поверьте, растения очень хорошо отзовутся на такую поддержку и подкормку. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки и до новых встреч. Мы ждем вас на канале Процветок. С вами была Юлия Кондратеновна.